Всем привет, подписчикам и гостям, я Джетли, и сегодня я буду вам показывать то, что я купила опять из косметоза, потому что это невозможно, это невозможно, этим невозможно ни с кем не поделиться просто. Сейчас я немножко очищу лицо для того, чтобы нанести некоторый крем, если у меня останется время, я сейчас еще буду снимать обзорчик на то, что я купила, ну как, это и так обзор, это обзор то, чего я купила, а я буду снимать обзор непосредственно на одну из линейк и буду вот это все на себя наносить, поэтому заранее просто очищу лицо, мало ли, очищать лицо, ну типа, вредно не бывает, вредно бывает его очистить и не уложнить. Если что, это салициловый лосьон с цинком и серой, я его купила просто потому, что у него была салициловая кислота, потому что я обычно салициловой кислотой очищаю лицо, потому что у меня комби-кожа, хотя некоторые визажисты говорят, что она нормальная, но они не знают, что я использую матирующие салфеточки, такие, знаете, прикладываешь их и нормально. Вот, но у меня вот эта Т-зона, она, короче, жирница, а вот здесь у меня куча-куча просто угрей, которые, ну, которые, по сути, незаметны, ну и хрен бы с ними, типа, мэх, их выдавливать больнее, чем, ну, чем маскировать. Вот еще от прыщиков я вот с такой штучкой пользуюсь, там хер знает, увидите, не увидите. Это маслица, оно с маслом черным, дмина, короче, много разных масел эфирных в пропорции, вот. Вот, и, короче, я наношу их на свое лицо, на прыщи точечно, вот, и они проходят. Но их надо наносить там хотя бы дня три, четыре, вот, тогда будет дефект. Вот, не знаю, видели ли вы в продаже новую коллекцию косметики Бьюти Бомб, но, да, это видео о косметике, угу, полностью о косметике. Ну, короче, я ее уже помяла, вот, есть вот такая штукенция у меня, я ее, конечно же, сейчас одевать не буду, если я буду одевать, то, скорее всего, для второго видео, потому что, ну, так надо. Вот, это повязка на голову, написано тут, а Бьюти Бомба, Бьюти Бомб, блин, обратите на меня внимание, он сейчас это. Рекламу сделаю, хочу, хочу косметики Бьюти Бомб на халяву из новой коллекции какой-нибудь, но не это, эта коллекция у меня уже почти вся есть. Вот, короче, тут. Че у нас написано-то? Видите, не видите, не увидите. Короче, Hairband Mooncat, повязка на голову, повязка лунный котик, твой новый помощник в ежедневных ритуалах красоты. На него важная задача не позволять твоим волосам мокнуть и пачкаться во время бьюти процедур. Повязка мягкая, удобная и очень комфортная в носке, а розовые ушки, ну, точно будут поднимать тебе настроение. Ну, тут, кстати, это, селфи можно в повязке скинуть. Я, короче, как это, к сметосам намажусь, накрашусь. В этой, наверное, повязке скину селфи в инстаграм. Короче, тут есть еще что-то изготовитель, но это нам, наверное, неинтересно. Импортер бла-бла-бла, срок годности не ограничен. Материал, кстати, стопроцентный полиэстер. Универсальный размер. Универсальный размер из этой резинки. Но если у вас очень большая голова, ну, не знаю, может не подойти, наверное. Потому что мне маска одна с универсальным размером не подошла. Ха! Вот, тут, кстати, есть еще QR-код и ссылка на их инстаграмчик бьюти-бомбный. Вот, QR-код, он должен перекидывать на их страницу на официальном сайте с предсказанием. Там, по-моему, кстати, давайте, знаете что? Давайте сейчас вот мы быренько, быренько отсканируем. У меня где-то есть, да, сканер QR-кодов. Вот, отсканируй для сюрприза. Там пишут, обратись в полицию и веселье, а то что-то совсем грустно. Спасибо. В прошлый раз что-то было про... Твои дела будут как кислотный луч этой повязки, что-то такое, ни хрена не понятно. Ну, тут хотя бы понятно. Теперь давайте, пока у нас есть возможность отскани... Отшкани... Отшканировать... Отсканировать... Теперь давайте, пока у нас есть возможность отсканировать QR-коды, я покажу вам еще две вещи, на которых есть QR-коды. Вы уже видели? Вот такие вот палеточки, да? Ну, в моем инстаграме вы их точно видели, потому что я спрашивала, какую мы будем тестить на обзоре. Тут тоже есть у нас два QR-кода. В прошлый раз они у меня не открылись. Может быть, в этот раз откроются, я не знаю. Но давайте попробуем. Возьмем Mooncat. Mooncat, да, лунную ложку. Короче, Mooncat это 0.1 палетка. Мы сейчас ее отсканируем, давайте. И... Ошибка! Короче, упс, эту страницу же сжанили жабки, чтобы полежать. Вот, и, короче, давайте еще просканируем вот эту палетку. Она называется Spiritum. Вот, и в ней есть очень интересный оттенок, который я бы хотела посвотчить. Потому что он похож на оттенок в палетке... Не Bobby Brown... Ну, короче, этой... Хрен бы с ней. Страница не найдена. Она сейчас снова выдаст ошибку. Вот, короче, тут тоже ошибка. И эту страницу тоже заняли жабки, чтобы полежать. Понимаете, да? Beauty Bomb. Давайте исправляйте эту оплошность. Потому что, что, когда вы выпустили эту серию, если она до сих пор сейчас в магазинах есть? Я, например, на пушистую плюшевую серию, вот эту вот, которая... Вы знаете, где были всякие лапки, вот эти палетки красивые? Я на нее не попала вообще. Ну, типа... На эту я попала. Но? Но. Меня обманули! Обманули! Мне не дали предсказания. Карамбэйби. Алло! Где мое предсказание? Почему оно только на повязке есть? Непонятно. Непонятно. Короче говоря, давайте начнем вот с этой палетки, да? Мунгкэт. Я ее сейчас, возможно, даже просвочу. Краситься мы будем в другом видео. Тогда. Вот. Beauty Bomb. Yellow Shadow. Палет. Yellow Shadow. Палет. Палетка тени и мунгкэт. 0.1. Лунный котик. Дай мне силу. Обворожительный макияж в сияющих оттенках. Это не магия. Это твоя новая суперспособность. Ну, тут изготовитель. Адрес изготовителя, кстати. Ну, тут что-то на русском, что-то на английском. Наверное, как всегда. Говорят, что они не тестируют на животных. И веганские. Срок годности, по-моему, тут... Ну, да, 24 месяца с даты изготовления. Как-то по дефолту, да, как у теней обычно. Но тени, как мы знаем, живут дольше. Если за ними следить, если на них не образовываются плесени и всякой другой дичи, они могут, ну, действительно долго храниться и нормально. Вот. Но тут с даты вскрытия. По факту, ну что, тут вот пломбочка есть. Но она же не герметичная. Там ее запаковали и из нее же в воздух не выкачивали ничего такого. Поэтому, ну, условная, скажем так, да. Состав. Втальк, Мика. Ну, вот Тальк на первом месте, кстати. Это значит, что? Скорее всего, у меня на эти палетки вылезет аллергия. Почему? Я, собственно говоря, вспомнила, почему я обычно не покупаю масс-маркетовскую косметику. Вот. Так что, возможно, мы можем запустить какой-нибудь конкурс, в котором, если будет участвовать, ну, хотя бы человек 300, там, 500, не знаю, да, можно разыграть палетки. Ну, если никого не смутит, то, что я их сейчас просвочу, потому что, ну, типа, еще одни покупать мне как-то, мэх, никак. А эти просто для декора держать, ну, тоже такое себе удовольствие, по-моему. Начнем. Начнем, да, манкет. Манкет. Угу. Состав я, наверное, весь не буду читать. Хотя он очень интересный. Нитритбора даже есть. Круто, круто. Ладно. 12,8 грамм. Кстати говоря, масса палетки. Пломбочку я до конца снимать не буду, наверное, да, потому что на ней есть номер партии и срок годности. Срок годности у него за 0,4-24-го. То бишь, то бишь, чё? Правильно. 24 месяца. Но сейчас уже будет 22-й, поэтому да, да. Палетка, конечно, шикарная. Цветов у нас тут 8. 8 цветов, 12 и 8 грамм. Вроде неплохо. Это получается сколько у нас? Ай, 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 ай. Примерно по 2 грамма, да? Хотя, если мы посмотрим на прессовку рефилов, но я не знаю, насколько это будет видно. Вот. Вот краюшки, да? Мы видим, что рефилы, ну, вообще не полные. Типа, м-м-м, даже не знаю. Хорошо. 8. Ну, ладно. Короче, около 2 грамм. Один рефил. Давайте начнём. 8 пальцев у меня, конечно же, нет. Мы будем сводчить на единственном оставшемся на моей руке кусочки. Начнём мы, наверное, с матовых. Матовый, собственно говоря, в Манкет. Тут всего один оттенок. Это вот мел. Чисто мел, просто вот такой вот. Такой оттенок, да? Мы его наважим вот сюда. Вам не видно его, да? Мне тоже. Ну, ладно. Есть идея его наслоить на какой-нибудь крем или использовать базу для теней, потому что всё-таки база для теней, она создана для того, чтобы тени были ярче и держались дольше. Возможно, это прокатит. Но, насколько я знаю, тени, которые шиммерные всякие, дуахромные, вот это вот всё, они, кстати, красивый очень оттенок. Прям такой спиритический. Почему он не в спиритуме, я не знаю. Они должны дольше держаться. Вот. Вот этот уже, да, замечательно. Смотрите. Ну вот, короче, матовые самые тусклые в этих палетках. А это значит, что? Что спиритум, скорее всего, будет палеткой ни о чём. Давайте золотистый вот такой вот. Золотистый, но как бы ничего особенного. Золото и золото. Вот, теперь... Тёмно-синий. Это всё, я так понимаю, да, это всё дуахромы, кроме золота. А золото это у нас просто сатинчик такой. Ну, вот это, кстати, на ночную тропу похож. Из косметочка и щелель, да. Кто знает, там ссылка в описании. Заходите. Там гораздо интереснее цвета есть. Давайте дальше мы используем вот такой вот салатовый. Салатовый зелёный. Это был ментоловый зелёный, это салатовый. А новый. Ну, для меня ничего как бы такого особенного в этих цветах нет. Это уже идут шиммерные, если не глиттерные. Сейчас мы проверим. Вроде, да, вроде шиммер. Вроде шиммер. Шиммер, шиммер, шиммер. 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 Хотя, по факту, это металлик. Ну, да. Золотой. Золотой. Золотой такой красивый. Да, вот этот золотой красивый. Прям такой фольгированный. И вот такой вот синий-зелёный цвет морской волны. Короче, да. Красота. Посмотрите. Вот три последних цвета. Это просто вау. Просто вау. Мне нравится. Вот такие цвета по яркости и по оттенкам. Ну, типа, да, хороши. Хороши. А вот этот и вот этот зелёный, они вообще мне как-то, ну... Не то, что не понравились. Они меня не впечатлили, потому что очень маленькая, скажем так, цвета отдача. И, скорее всего, они держаться будут очень плохо. Хотя у меня сейчас кожа, ну, немножко так потемнее после лета. Стало. Вот. Ну и ладно. Так. Давайте вот так посмотрим. Посмотрим. После того, кстати, как я стерла, остаются такие маленькие блёстки. Но я, потому что стираю салфеточкой для снятия макияжа. Поэтому, может, из-за этого быть. Хотела вам, кстати, ещё одни салфетки показать для до макияжа, которые я купила. Но придётся, вот, видимо, вот эти показывать. Потому что, ну... Типа, я там особо даже не выбирала. Они, по-моему, самые дешёвые были. И... Как это сказать? Да. Мне у них просто понравилась упаковочка. Она такая розовенькая и на ней голография. Вот. Теперь давайте откроем с вами вот эту палетку. Она называется Spiritum. Spiritum это как переводится? Призрачная, что ли, или что-то там такое. Вот такая вот палетка у нас. Вот. А тут у нас такая же фигня с рефилами. То есть... Я так понимаю, насыпают их полностью. Потом, когда прессуют, они... Ну... Типа, да. Понятно. Хорошо. Что на ней написано? Палетка Теней Spiritum. 0.2. Эта палетка проводник в магию макияжа. Матовые, сияющие и сатиновые оттенки заряжены на сверхъестественную яркость и протяжение. Наколдуем красоту вместе. Итак. Давайте попробуем наколдовать. Кстати, я тут вижу один коралловый такой, персиково-коралловый оттенок. Шиммерный вроде. Ну, там блёсточки мелкие, золотые. Но он не сказал бы, что прям такой красивый. Так, это у нас розово-красный оттенок такой матовый, да? Давайте попробуем его нанести. Ладно. Окей. Окей. Возможно, дело во мне, дело не в косметике. Возможно, этот оттенок создан не для того, чтобы покрыть века, да? Для того, чтобы растушевать. Ну, я так понимаю, да, для кого-то это будет суперярко. Но не для меня. Сейчас мы нанесём пальчиком вот этот вот как раз кораллово-розовый. Кораллово-персиковый оттенок. Шиммер. У меня и так сейчас рука шиммерная. Может быть, шиммер я зацеплю кисточкой, когда буду краситься. Если я вообще этой палеткой буду краситься. Может, мы её с вами разыграем как раз. Может, мы обе палетки разыграем, и я вообще никакой краситься буду. Вот такая вот. Такой вот цвет. Вы понимаете, да? Ну, это, конечно, уже ярче, чем тот мятно-зелёный. Там прям за него минус. Я не помню, бывает ли косметики все тени просто ужасного качества. Или нет? Угу. Я тут, если что, попутно смываю с пальцев вот это вот всё безобразие, чтобы снова начать сводчить. О, такой цвет, я даже не знаю, как это назвать. Шоколадный, скажем так, цвет молочного шоколада. Ну, посредственный, конечно. Ну, типа, палетка такая. Чё я хочу от неё? Чё я хочу от неё? Это же не какая-нибудь там Венера. Или, чё там, Бобби Браун. Даже не Туфейс. Ну, ок. Вот такой, блин. Вот! Короче, вот такой оттенок был в палетке от Кайли. И вот Катрис. Кстати, Катрис палетка просто великолепная. Я просто её люблю нежной любовью. У меня на неё, вроде, даже аллергии не возникает. Вот, мы нанесли оттенок на пальчик. Можете заметить, что он стал... Кстати говоря, цвет очень клёвый. Очень клёвый прям. Это, я так понимаю, Дуахром. Если не мультихром. Нет, дурак Дуахром. Он золотисто-персиково-розовый. Вот, вот, вот. Обратите внимание. Я чисто из-за этого оттенка взяла эту палетку. Потому что в палетке он такой интересный-интересный. И вот сейчас я понимаю, что да. Только из-за этого оттенка можно взять эту палетку. Я думаю, такой же сделаю. Короче, теперь мы берём горчично-рыжий. Горчично-рыжий, кстати. Вроде даже хорошо берётся. Знаете, если жирненький класть пальцем, да, то он наносится хорошо. В принципе, да. Яркий такой. Ну, умеренно яркий. Вы же понимаете. Дальше у нас идёт такой же оттенок, как был в Мункет. Вот такой вот. Мы даже, давайте сравним. Сейчас я его нанесу вот так вот. Вот так. Что ты? Металлик, да, металлик. Вот он. Видите, да, такой. Сейчас я из Мункет тогда... Но в этой вроде он синее. То есть там он прям как морская волна. А тут же не совсем. Да, да, да. Да. Нет. Наоборот. Тут морская волна. А Мункет, он более зелёный, видите, да? Вот этот Мункет, вот это Спиритум. Мункет пока мне палетка больше всего нравится. Странно даже. Я вот по цветам хотела именно Спиритум взять, но Мункет меня соблазнила тем, что там Мункет. Вот. А матовых оттенков у меня просто почти нет. Потому что я вот не люблю матовые оттенки. Так, дальше идёт вот такой цвет, не знаю, топлёного молока. Нет, не топлёного молока. Розовые сгущенки. Назову это так. Вот он. Мне кажется, на светлой коже это вообще будет какой-то хайлайтер. То есть... Ня. Ня. И давайте теперь вот этот слочить. Вот он такой золотой. Ну, вы понимаете, да, что сейчас тени наносятся вот лучше чисто из-за того, что у меня палец немножко мокрый. Вот это, кстати, красивый коралловый такой шиммер. Шиммер. Такой розовато-рыжий. Мне нравится, если честно. Вот, давайте теперь закроем. Ну, вот так вот, если смотреть, да, можно увидеть палитру. Ну, такая себе, да, палитра. Напишите ваше мнение в комментариях. Может быть, вы уже красились этими палетками, и у вас там какие-то прям о них очень хорошие отзывы, хорошие впечатления о них, да, будут. Напишите, напишите в комментариях. Вот прям вот сейчас, сейчас ставьте на паузу, видят, и пишите. Сейчас я это все сотру. Пока я стираю, давайте пишите, пишите. Вот. Я, собственно говоря, стерла. Пришлось использовать две салфеточки, но, видимо, надо просто использовать уже эти салфетки, потому что они, по-моему, уже немножко просращиваются, просращиваются. Да, угу, угу. Пропитывающий лосьон, ну ладно, похер. Можно мицелляркой, кстати, если у вас салфетки для демакияжа засохли, вы можете просто взять мицеллярку и налить мицеллярочку в эти салфетки, и все будет точно так же. Пользуйтесь. Сейчас я предлагаю перейти все-таки к уходовой косметике, потому что... Потому что... Почему? Потому что уходовую косметику, чем раньше я нанесу, тем больше шансов того, что вот это вот все безобразие у нас впитается. Это все из того же магазина, что и в прошлый раз корейского. Мне он очень понравился, и там заодно пропечатывают все вообще, что ты купила, какие там названия, можно поговорить с продавщицей, там обсудить разные вещи, очень здорово, мне нравится. Итак, кассовый чек у нас, кстати, тут на 3,310. Бьюти-бомб тоже, поверьте, как бы немаленький, да, кассовый чек. Помните, мы брали вот такие вот скрабики, да, вот такой вот скрабик брали мы. Я прям при вас его тестировала, он мне очень понравился. Вот он, да. Раньше, по крайней мере, в прошлом году, его можно было купить в полноформатном объеме. В этом году в полноформатном объеме его не было. И я взяла просто несколько штук отдельно, отдельно. Потому что, ну, очень хотелось его взять. Он не для ежедневного использования, он для одного-двух раз в неделю. Но вот этой штучки, вот этой вот, амалипусенькой упаковочки хватает на 3-4 раза. То есть, why not, собственно, да. Главное, чтобы не засох. Весь использовать я его за раз, конечно же, не буду. Я буду пытаться его крысить просто, как последнюю сумку. И пользоваться реально, ну, там, 1-2 раза в неделю, почему бы и да. Вот. Потом я купила вот такую вот масочку. Вроде это ночная маска. Она превращается в такое пудровое напыление. Тоже хватает, в принципе, на 2 раза. Я, правда, не могу понять, как корейцы используют эти маски, потому что, в принципе, написано, да, ну, ночная маска. Что значит ночная маска? Ее надо наносить на ночь. И потом просто с ней спать. Или ее надо наносить перед сном и смывать ее. И типа так нормально будет. Я вот пробовала наносить перед сном и смывать ее. Эффект хороший, мне понравился. Но вдруг ее надо не так использовать. Кто знает, тоже напишите. Я понимаю, что есть Google, но Google тоже не во всем надо верить. Ну, как бы. Много разного пишут там вот. Вот, поэтому кто пользовался либо вот такими масками, либо просто корейскими ночными масками, напишите, как вы их наносили и какой был эффект. Может быть, у вас какие-то лайфхаки есть по этому поводу. Вот, потом Enjoy Mini Night Cream, ночной крем. Он очень увлажняющий. Его вот тут очень много. Хотя, ну, по факту, столько, да? Ну, примерно вот столько. Но он очень такой жирненький и очень хорошо распространяется по коже. Я правильно говорю? Распространяется по коже? Или что-то другое надо говорить? Не знаю. Вот, короче, я купила тоже парочку таких. Ну, так попользоваться. Типа за две недели. В принципе, можно понять, подходит тебе этот крем и, ну, вообще этот продукт или нет. Если не подходит, то как бы хрен бы с ним, ты все равно купил немножко. И зарасходуется за это время. Как раз поймешь. И все. Если бы я купила сразу всю упаковку, кстати, вот что крема, вот этого вот ночного, что маски, ее в большом формате нету. Почему? Не знаю. Вот. Итак, да. Это что у нас? Это этюд-хаус-скраб для лица с частичками соды и мятой. Ага. В упаковке, кстати, в такой, ну, когда большая банка и вот такие вот молочнички, да, будем называть их? Или как их? Ну, просто пакет молока в таких штуках есть. Их нам 24 упаковки. Они по 60 рублей. Я не знаю, чтобы я их купила. Похер вообще. Вообще похер. Аюми. Антивозрастная ночная маска с красным вином для лица в пирамидках. Enjoy mini sleeping pack. Вот. Три грамма. Патум. Чего это у нас? Ночной крем с центеллой для сухой и чувствительной кожи. Спахкаивает, снимает шелушение и покраснение. Способствует оба чего-то там. Ну, короче, я так понимаю, обновлению, там, эпителии или еще чего-нибудь. Вот, короче, обновлению кожи. Будем считать так. Тоже вот решила попробовать. Ага. Так. Теперь давайте перейдем к полноформатным нашим продуктам, которые я приобрела. Мне еще в подарок дали вот такую вот маску. Угу. Я не помню, продается ли она в подружке или в магните или в улыбке радуги. Но... Чего бы нет. С улиткой это вроде как антивозрастная как раз серия косметики. Так, натуралотканевая маска. Не для продажи. Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Маска оказывает выраженное регенерирующее воздействие, восстанавливает структуру кожи, сокращает морщины, увлажняет, питает. Компоненты маски осветляют пигментацию. Маска пропитана концентрированным фильтратом улиточного муцина, который оказывает мощное омолаживающее воздействие, ускоряет синтез коллагена и эластина, помогает уменьшить глубину морщин, разгладит рельеф кожи. Муцин улитки является мощным антиоксидантом и защищает кожу от агрессивного воздействия свободных радикалов. Фитокомплекс растительных экстрактов эффективно подавляет синтез меланина, благодаря чему снижает риск образования пигментных пятен и веснушек муцин. Чего дальше идет? Не знаю. Наверное, какая-нибудь ссылка про муцин, статья. Срок годности 3 года. Хорошо. Так, давайте далее просто по чеку. Смотри, что у меня есть. Масло для лица восстанавливающее. Айуми, кстати. Balancing face oil with sunflower. Ну ладно, хорошо. Вот оно. Я его еще не распаковывала. Я тут вообще почти ничего не распаковывала, кроме косметоз и бьюти-бом, потому что мне было дико интересно. И я его немножко тестила. Ну вот кроме полета, когда-то мне там помадки тестила вот эти. Они клевые, да. Так, тут у нас нет бумажки, что это за масло у нас вообще было написано в телефоне. Сейчас я еще раз протру кожу, и мы начнем все это на себя наносить. Короче, вот эту штуку я сфоткала в магазине, где была наклейка, что это такое вообще и для чего оно. Короче, это средство содержит масло семян подсолнуха, масло семян магнориума, масло семян макадамии. Экстракт подсолнуха содержит протеины, витамины А, С, Д и так далее. Масло макаданий отлично впитывается и смягчает кожу, обладает антивозрастным увлажняющим и противовоспалительным действием. Масло магнориума увлажняет, укрепляет кожный барьер, да, укрепляет кожный барьер, обладает антиоксидантным действием. Способ применения наносить небольшое количество на очищенную кожу лица и шеи утром и вечером. А также можно добавлять его по одной-две капли в любые косметические средства. Крем, ББ-крем, тональный крем и так далее. Состав я вам зачитывать не буду, потому что, ну, типа, нафиг надо. Вот. Хорошо. Я вот не помню, что у нас первое наносится. Масло или крем? По-моему, крем. Кстати, выглядит довольно красиво. Довольно красиво. Там еще внутри что-то плавает почему-то. Почему? Почему там что-то плавает? Может, это у меня в глазах просто что-то плавает. Видите? Очень такое интересное оформление. Я, правда, его пальцами уже заляпала. Но в целом довольно красивенько. Как я считаю, это стекло. На звук также стекло. Сейчас. Я хочу сначала нанести, наверное, крем. Так. Это у нас что дальше идет? Дальше идет у нас пенка-скраб. Натурал кондишен скраб фоам. Там две таких пенки было. Я не помню, какая была вторая. Но вот первая, вот смотрите, она вообще запакована. Она запакована в отдельный пакет. В отдельную упаковку, понимаете? Что у нас тут написано? Ежедневная пенка-скраб для умывания очищает кожу от роговерших клеток, восстанавливает гладкость и мягкость эпидермиса. Препятствует появлению сальных пробок и комедонов, а также появлению раздражения кожи. Улучшает состояние кожи с помощью витаминного комплекса, обеспечивает чистый и здоровый ход за кожей. Содержит экстракт яичного белка, соду, экстракт портулака, альбимин, экстракт мяты перечной, экстракт лаванды. Применение нанесите на лицо небольшое количество средства. Промассируйте кожу, после умойтесь теплой водой. Состав тоже я не буду читать, но он тоже, ну, типа это, интересный. Тут, кстати, совсем немного компонентов. А, нет, немного компонентов. Я просто читаю на этой бумажке, да, а надо вот здесь читать. Но я не буду, нафиг надо. Хочу его открыть, понимаете, да? Он, кстати, запечатан с пломбой. Пахнет вкусно. А внутри, давайте посмотрим, немножко так, видите? О, вот он. Вот он. Видите, такой немножко блестящий. Думаю, я им сегодня воспользуюсь. Не зря же я его купила. Будет дополнение к моей пенке для умывания, которую я купила в том же магазине. Она мне очень нравится. Она реально прям вот все очищает. После нее очень приятная кожа. Витаминчик С. И... Высыпаний мало. В отличие от чистой линии. Чистой линии, помните, мы смотрели. Я говорила, что пенка там, ну, вроде как пенка самая нормальная из той коллекции единорожьей. Но она быстро кончилась. Она быстро перестала быть черной. Стала просто обычной пенкой. И, ну, для снятия макияжа я ее иногда использовала, потом она кончилась. То есть ее там даже не так много было, так что... Вот. И последнее у нас идет увлажняющий из гиалуроновой кислоты. Той крем для лица. Понятно. Сначала идет масло, значит. Вот так вот выглядит вот этот увлажняющий крем для лица. Надеюсь, вам видно. Да, понятно. Вот он такой интересный. На нем написано... Oxid Water Drop Creme. О, мне говорили, кстати, знаете что? Что этот кремчик, когда его наносишь, он через некоторое время превращается в капельки воды и впитывается. Я его так поэтому купила. Так что сейчас мы будем смотреть. Смотреть будем. Что с этим кремом будет происходить. Ладно, давайте сначала нанесем масло. Давайте нанесем масло. Я вам прочитаю про крем, пока оно впитывается. И мы продолжим с вами. Кстати, да. Помните, я вам еще сыворотку вроде показывала, которую тоже покупала в этом магазине. С гиалуроновой кислотой и пептидами какими-то. Она для вау-эффекта. Для вау-эффекта. Ну, чтобы сразу можно было... Ну, кожу привести в такое хорошее состояние. И... Не париться ни о чем. По-моему, я сейчас смажу свои брови. Смажу брови, смажу брови. Их придется вырисовать по-новой. Ну, и похер. Вот. Короче, сыворотка клевая. Да. Это я вот могу точно сказать. Но ее надо использовать непосредственно с чем-то в паре. Потому что одна сыворотка, она ничего особо не сделает. То есть, либо вы используете ее для макияжа, наносите до того, как нанести базу и праймер. Кстати, я смешиваю сейчас, когда крашу, ну, себя или других базу и праймер. И получается, что, допустим, если вы красите возрастную кожу, ну, там определенная правда, да. Да. Короче. От Мэнли Про есть праймер, он называется Moonlight, лунный свет. И... Вот я даже не помню, какой у меня второй праймер. Но он идет как база, там что-то 12. 12 в 1 вроде, ну, такое. Но он еще с цветом. И я его смешиваю с этим Moonlight. И он отлично скрадывает визуально всякие поры, скрадывает морщинки. То есть, очень-очень красиво, очень хорошо потом ложится тональная основа, тональная база. То есть, очень хорошо потом ложится тональник. Вот. Ну, ладно, хорошо. Я нанесла масло. По идее, крем наносится потом, потому что, ну, после масла, после всяких вот этих вот увлажняющих тоников. Потому что, что? Потому что в креме есть всякие лица, гель. Потом, возможно, там будет диоксид кремния, который как раз может гелевую базу давать. И... Что же еще? Не помню. Не помню. Не скажу. Не скажу, потому что не помню. Вот, короче, если те компоненты нанести до того, как нанесешь что-то открытое, что точно полностью впитается в кожу, то вот это открытое, например, масло, вот это вот сюда, оно не впитается. Либо впитается, и потом будет какой-нибудь такой... Кометогенный эффект. Ну, то есть, вот это все очень... Надо... Как-то говорится, правильно делать. Надо знать. Знать, что вы на себя мажете, как вы это на себя должны мазаться. Иначе вы на себя намажете, у вас жопа отвалится. Как обычно. Фу, все без жопы ходят. Как вы жить можете без жопы? Пипец. Я это упаковываю, потому что я люблю все хранить в упаковочках. Типа, ммм, почти новое, да. Теперь мы продолжаем, продолжаем вот этот вот крем наш читать. Потому что я такая вся неожиданная, люблю перескакивать от одного к другому. Тут, кстати, Елизавета Оригинал. То есть, я купила какой-то оригинальный крем, который... Ну, типа, тут даже это... Scanning the foil оригинал number. Елизавета.com Тут, видите, смотрите, тут нанесена полоса. Полоса вот эта, которую можно стереть монеткой или ногтем. Так вот. Да, видите, да? И отсканировать! И отсканировать! Кот этот! И... Ах, клево! Клево! Корейцы это просто что-то, да. Так. Тут написано, что? Увлажняющий крем с содержанием гиалуроновой кислоты. Сразу после нанесения вы почувствуете, как крем превращается в воду. Капельки воды. Насыщая клетки кожи лица. Сейчас давайте мы проверим вот этот код. Открываем в браузере. А я пока открою кремчик. Посмотрите. Тут кто-то глазки свои оставил. Смотрите, смотрит на нас с вами. Смотрит. Ну что ты смотришь на меня? Непонятно. Говорит, открывай быстрее, открывай. Оформление желтое. Я желтое не люблю. А вот и наш крем-продукт. Продукт-крем. На сайте, кстати. Сайт выдал Елизавету, да. Очень интересно то, что все-таки тут по QR-коду можно найти продукт. Сейчас мы с вами... А, у них вот это вот глаза. Это у них, видимо, все-таки какой-то ТЗ. Товарный знак. Много всякой продукции. У них тут есть еще инстаграмчик. У них есть какие-то гелевые патчи, как колбаса выглядят. Кушатся. Давайте, наверное, сотрем. Вот эту штуку. Угу. И отсканируем еще и ее. Смотрите. На английском у нас вот такое выдает. На русском вот такое. Вы запросили... Контерфейт код ниже. Результат поиска. Код уже был проверен ранее. Время первого просмотра. 21.09.13. А, это да. Это я вот первый раз, когда нажал. Я нажал на Яндекс Marketplace. На этот раз второй поиск. Прикиньте, тут даже проверяется количество того, сколько раз проверили вот эту штуку. Вот этот QR-код. Вау. Запрос результата код уже был проверен ранее. Первое время поиска 22.14.34. Сейчас у нас какое? 13. Ну, ладно. Короче, это, видимо... Дайте мне знать, первое время поиска соответствует или нет. Возможно, это по их времени. Возможно, по их времени. То есть, возможно, у них сейчас 22... Ой, не 22. Короче, возможно, у них сейчас 10 часов вечера. Возможно, нет. Неважно. Отлично. Я бы не сказала, что у меня прям масло впиталось в мое лицо. Будем надеяться, что впиталось. Вот посмотрите, какая у них красивая баночка. Это матовое стекло. А, нет. Не стекло. Пластик. Матовый пластик, ребят. Но выглядит все равно классно. Я его сейчас своими масляными ручками облапаю. Здесь крышечка с какой-то шишечкой прозрачной. Зачем, почему, не знаю. Надеюсь, мы сейчас это узнаем. Опа. Пломбочка. Не могу понять, зачем эта штучка нужна. Старый барабанчик. Старый барабанчик. Ну, короче, пухи. Вот. Ладно. Открываем эту. Вы знаете, он, походу, еще... И это. И этого. Немножко. Немножко протек. Вот. Короче, вот так этот крем выглядит. Я просто, пока камера выключилась, она села, ну, типа, скрыла и мазнула на себя. Вот. Вот так оно выглядит. Сейчас мы намажем это на лицо. И посмотрим, насколько, ну, то, что там написали, то, что он превращается в капельки, в капельки воды, это правдиво. Так, ну, хорошо. Я намазала это на лицо. Если сейчас... Вот, ребят, если сейчас вы увидите, как у меня с лица падает водопад, знайте, это крем. И, знаете, если... Если так будет, знайте, что его нужно покупать. Потому что он тогда точно увлажняется. Вот. Я, кстати, сейчас... Ну, я этот крем купила для увлажнения на зиму. А сейчас я пользовалась вот таким вот кремом. От Ифраше. Ну, типа, он тоже клёвенький. Крем-гель интенсивное увлажнение 48 часов. И он мне прям вот отсюда убрал шелушение. Шелушение убрал. Я думаю, может, если им локти мазать, тоже уберёт шелушение. Там просто у многих такая, как это говорится, слоновья пятка, что ли, или слоновья коленка на локтях. Ну, да, есть такая проблема, потому что кожа очень сухая там. Надо её увлажнять. Поэтому у меня много сейчас увлажнялок разных. Видите что-нибудь с моего лица стекает сейчас? Нет? У меня просто ощущение, как будто здесь капелька. Но это, возможно, самовнушение, потому что... Я вам уже рассказывала, да, вот то, что... Я, грубо говоря, немножко наивная. Сколько тут срок какой у тебя? Какой у тебя срок годности с даты вскрытия? Кстати, 50 миллилитров. Давайте получше изучим. Мне не нравится эта коробочка тем, что тут хрен её откроешь. То есть тут надо как-то из-под выверта, что ли, делать. Так. Неизвестно. Неизвестно. Тут всё на каком-то корейском... Я не кореец, извините, не перейду на чего. Давайте пока перейдём к Бьюти Бумб. Мне кажется, крем потёк. А у Бьюти Бумб у нас, знаете, что ещё? У нас, на самом деле, дофига ещё чего. Потому что эта коллекция мне зашла визуально. А когда мне что-то заходит визуально, я могу это купить. Потому что визуалочка... Визуалочка — это хорошо. Типа е-дин-единочный. Если мне не заходит сам продукт, ну, типа, то я, скорее всего, даже потом не буду клевать на визуал. Это у нас скульптур. Скульптюс. Фейс-палет. Посмотрите. Вот такой вот скульптур. Тоже написано, что 0,1. Но 0,2 или 0,3 я не видела, честно. Честно говоря, честно говоря, не видела. Пишет, что он вообще универсальный. Тут, кстати, на первом месте Ника, потом Тальк. А в Тенях сначала Тальк, потом Ника. Что это значит? То, что вот это, скорее всего, я перенесу проще. Итак. Наколдуй себе скулы почти как у Малефисенты. Универсальный скульптор подчеркнет рельеф лица, а три хайлайтера создадут волшебное сияние. Вы знаете, что мы сейчас будем делать. У меня влажные ручки, поэтому влажные пальчики. Поэтому вот розовый хайлайтер. Вот золотистый. Вот какой-то непонятный. И вот наш скульптор. Мне, кстати, нравится рельеф пресса, который они используют для того, чтобы запрессовывать продукты в рефилы. Он довольно приятный. Вот, кстати, на пальцах смотрится вот так вот. Угадайте, где скульптор. Скульптор на мизинце вы его не видите. Ничего. Ну. В принципе, знаете, если делать просто какие-нибудь, ну вот реально, такие повседневные макияжи с этим скульптором, мне кажется, нормез. Ну. Типа оно не смотрится как-то инородно. По крайней мере. И сейчас на такой моей коже. Далее у нас идёт хайлайтер. Ещё хайлайтер. И ещё хайлайтер. Так, тут хайлайтер, бронзер, скульптор и ещё один хайлайтер. Ну, хорошо. Я до сих пор не знаю, как пользоваться бронзером. Поэтому. Ну, нет, я читала, как им пользоваться, я не втуплила. И мне даже на курсах визажа об этом не рассказали. Поэтому, друзья и братья, и сёстры, и третьи личности, сущности, пишите, пожалуйста, в комментариях, пользуетесь ли вы скульптором и как вы им пользуетесь. Потому что... Давайте поможем тем, кто не знает, так лишь мне. Для этого надо загорать или для этого не нужно загорать, чтобы пользоваться этим бронзером. Я, наверное, сказала, для... до этого сказала скульптором. Но, в общем, нет, бронзером. Бронзером я не умею вообще никак пользоваться. Так что, давайте, говорите мне. Я стрелки только в этом году научилась рисовать, так что... Далее идёт карандаш для бровей. Ну, это старая коллекция, абсолютно старая коллекция. Мне просто понравилось то, что он толстенький. Он вот тоже хайлайтер. Бровный. Приятный цвет шампанского. Ну, ладно, это не шампанское. Это что-то серебряное. И вот такой вот карандаш бровный. Да, заценили. Можно ещё глаза красить. Просто... Ммм. Ммм. Вкусно. Вкусно. Мне понравилось. Мне понравилось, и я купила. Демократичная цена. У бьюти-бомб карандаши для глаз. В принципе, такого типа. Чем они масляные, тем лучше. Потом... Ладно. На самом деле всего вот этого у меня не так много. Коллекция гораздо больше. Но я захотела купить то, что... То, что захотела купить. Купила то, что захотела. Короче, всё. Вот такой вот классный, прекрасный горшочек. Это у нас маска для губ. Маска для губ. Она открывается вот так. Пахнет великолепно. Я не знаю, вы почувствуете ли вы этот аромат. Клубники. И она, смотрите, она вот так вот вроде... Ну ладно, я её уже как-то использовала. Она вроде была твёрдая. Но как только начинаешь по ней пальцем возить, она начинает плавиться. Понимаете, плавится. И она на губах действительно остаётся очень долго. То есть, если вы нанесёте её на ночь, она будет всю ночь питать ваши губы. Если вы нанесёте её до какой-нибудь помады матовой... Поздравляю, ваша матовая помада ляжет как надо. Потому что... Ну, как бы это... Логично то, что если вы хотите нанести матовую помаду, чтобы у вас она не подчёркивала какие-то шелушения губ, какие-то изъяны, да? Держалась нормально, не скатывалась и прочее, прочее, и прочее, да? Вам нужно сначала ваши губы увлажнить. И только потом наносить уже матовые помады, матовые вот эти текстуры. Так, короче, крем, походу, что-то не хочет превращаться в воду. Может, нам надо было его прям жирным слоем наносить, чтобы он у нас быстрее кончился, и он тогда бы прям по нам вот так истекал красиво, как он кинстово. А может быть, я сейчас выйду на улицу, и он потечёт. Так, а потом, опять же, продуктов для губ в этой серии очень много. Ну, да, реально очень много. Вот такая вот штука. Это Magic Balm Beauty Bomb Lip Balm. Как вы можете заметить, с шариком. Этот шарик меня привлёк. Хотя, казалось бы, мяу. Бальзама в этой штуке. Очень мало. Я вам, к сожалению, не скажу цены, потому что чек я походу выбросила. Походу, выбросила. Может и нет. Ну, ладно. Цены я вам не скажу, потому что в разных регионах они разные. Я их покупала, скорее всего, дешевле, чем они номинальные сейчас стоят. Вот. Из-за этого блеска какие плюсы я вижу? По сути, это просто обычный блеск для губ, который продаётся во всяких там аптеках, в колечках, цветочках. И в детской косметике «Маленькая фея». Но запах у него прям из детства. Реально. Вот, знаете, косметика была там Сабрина, например. А вот эта вот «Маленькая фея», «Братс». Вот это вот всё вот так же пахнет. Просто из-за того, что оно так пахнет, и из-за того, что есть вот такая вот штука, такая вот штука, да, которую можно... Блин, шар. Я её потом обязательно, наверное, куда-нибудь присобачу. Потому что прикольная. Вот. Короче, только из-за его дизайна и ароматизатора я не буду жалеть о том, что я купила вот это вот. Далее, что у нас идёт? Я думала, что вот две вот этих штуки – это одинаковый продукт. Но не дайте себя обмануть. Выглядят они, ну, действительно похожи. Ну, типа у них оформление. Считайте одно и то же. Вот этих есть три вида, этого только одно. Это у нас тинт. Называется он Vampire Bluey Lip Tint. На самом деле, конечно, он никакой не блуди. Он просто розовенький. Но он довольно приятный розовый. То есть он не красный, он не кричащий розовый. На губах он будет оставлять просто такой лёгкий розоватый оттенок. Так что, если у вас бледные губы, можете им воспользоваться. Он, кстати, в сухую кожу очень хорошо, прям очень хорошо въедается. И на ней остаётся. Так что берите на заметку и покупайте. Оно не такое уж и дорогое. Далее. Далее. Я разрываюсь между тем, что намазать себе на губы. Наверное, я оставлю тинт, потому что помада требует всё-таки, наверное, какого-никакого макияжа. А я сейчас даже стрелки не буду рисовать. Хотя у нас есть чем. Есть чем. Ладно. Я вам покажу просто вот так. Вот помада в оттенке сирена. Называется Нирвана. Выглядит она как кристалл. Такой чёрный кристалл. По цвету. Вот. Вот такая вот по цвету. Да. В принципе, нюдовый оттенок. Такой нейтральный. Не сказала бы, что он вообще к чему-то обязывает. Он обязывает просто нанести его себе на губы и быть красивой. Вот. Такого оттенка у меня вроде нет. Хотя я покупала старую коллекцию Beauty Bone. Матовых помад вот этих вот, которые ещё разных неестественных оттенков. У меня она почти вся. Вот. Но нюдовых оттенков у меня почти нет. Да. Вот так вот. Далее у нас идёт вот такая вот штука. Это называется Lip Plumper. Амортенсия какая-то. Хрен его знает. Тут можно вот эту бумажку немножко склеить. Как она тут? Она тут двойная. Там, походу, будет состав написан. Плампер, блеск для губ. Амортенсия. Тоже вегана. Тоже вот это вот всё. Как мы любим. Как мы не любим. Что значит Plumper? Это увеличивающий гель для губ. Который, по идее, призван, чтобы... Который, по идее, создан для того, чтобы губы увеличивались. Вот. И по факту... По факту. И там написано, что его можно наносить и на... И на сайте написано, что его можно наносить и на помаду. И типа он тоже будет увеличивать губы. Как он увеличивает губы? За счёт жжения. То есть у вас жжёт губы, и они увеличиваются. И всё. Вот. Вот так вот. Пахнет, кстати, оно ягодками. У всей этой коллекции достаточно приятный запах. Он либо пряный, либо ягодный, либо пряно-ягодный, либо какой-нибудь чайный. Ну, что-то такое. Вроде что-то даже пахнет мятой. И последняя вещь, которую я купила, это вот такой вот тату-лайнер на Beauty Bomb. По-моему, он реально тату, но пока только на руке. Вот у него вот такая вот штука. Вот такой вот носик фетровый. О нём особо ничего не сказано. Ну, типа... Вот. И он оставляет... Ну, вроде как, довольно тонкие полоски. Я сейчас пользуюсь лайнером от Limony. Ну, вот. Видите, да? Как бы у меня он растекается, вот этот лайнер, по моим морщинкам на руках. Но это не морщинки, на самом деле. Это мои поры. Мой кожный след. Вот. Салфетка для адемакияжа. Он удаляется очень-не очень. Ну, потому что она уже высохла. Пока мы тут с вами. Сидели-пердели. Вот. Короче, замечательно. Если я смогу нарисовать этим лайнером стрелки, это будет просто победа. Потому что... Ну, как самолёт. Знаете, да? Ладно. Вот, короче. Лайнер, которым я пользуюсь от Limony, он не тату, но он отлично закрепляется. Потому что я научилась его закреплять тенями, пудрой. Но я носить его не на голое веко. Потому что с голого века он тут же вообще, просто тут же, как просто... Я даже не знаю, что сказать. Просто сразу стирается. Ок. Но там он маркерный. То есть у него не конусообразный этот стержень, а как у маркера для бумаги. Такой вот. Такой. И я им так, оп, оп, и рисую стрелки себе. Замечательно. Правда, они жирные получаются. Но, как бы, фаталити. Фаталити. Как я. Да. Короче, на данный момент это пока всё, что я купила. Нет, ладно. Я ещё в фикс прайсе покупала себе гилоуроновые эти полоски, омолаживающие и гидрогелевые патчи. Вот. Но одни я подарила, которые омолаживающие, а вторые с гилоуроновой кислотой у меня в чемодане протекли. По пути протекли. И сейчас они лежат в холодильнике. Я вам их не покажу. Вот так вот. Потому что всё равно вам слишком много смотреть не нужно. Вы и так уже слишком много смотрите. На этом всё. На этом я с вами прощаюсь. И забрасываю, короче, удочку, скажем так, крючок свой на следующее видео. Потому что следующее видео будет обзор с покраской себя этой косметикой. Вы увидите, как кисонька красится лапочками. Бьюти бомбом. Короче, следующий видос будет с косметосом. Или не с косметосом. Но с косметосом видос точно будет. Поэтому подписывайтесь. Ставьте лайки. Оставляйте свои комментарии. Там пишите, что бы вы хотели видеть в следующем видео. Может, вы вообще даже забыли о том, что у нас вообще-то клипы есть. И я вот кусочки этих песен, под которые вроде как должны быть клипы, выкладывала в инстулю. В инсту, в инстулечку. Вы можете туда зайти. Там тоже лайки поставить. Как вам такая идея? Тоже можете подписаться. Тогда вы будете узнавать о некоторых новостях, которые происходят. Потому что я о них на инсту. Подписываемся на инсту. Подписываемся на ютуб. Везде подписываемся. Везде смотрим. Следим. И, короче, в курсе новостей. Давайте там все. Ставьте колокольчик под видео. Там очень-очень-очень-очень надо. Пожалуйста. Все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok